Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Перевод в платный режим новой трассы в Сочи займет не более двух лет. Сейчас вопрос еще прорабатывается. Русские не сдаются. Под таким девизом в Сочи, несмотря на непогоду, прошли военно-полевые сборы для подростков. И ночью, и днем, но обязательно безопасно. В Сочи для крещенских купаний подготовили 12 мест на море и реках. В Сочи приехали сильные женщины и мастера английской игры. Сборная России под дзюдо и настольному теннису готовится к международным стартам. На планерном совещании накануне глава Кубани обозначил основные направления работы на 2020 год. В бюджет края необходимо обеспечить поступление около 325 миллиардов рублей собственных доходов. А прирост валового регионального продукта должен составить не менее 2,5%. Также с этого года край перешел на новый принцип финансирования. Муниципалитеты получили бюджетное финансирование не в марте или в апреле, как это было раньше, а в январе. Это позволит власти на местах оперативнее заключать контракты на строительство новых объектов. От строительства социальных объектов до расширения мер поддержки малого и среднего бизнеса. Первую планерку после праздничных выходных глава Кубани посвятил тем стратегическим задачам, которые стоят перед регионом в наступившем году. В зале заместителя губернатора, руководителя ведомства по видеосвязи, главы районов. То, от чего в большей степени зависит качественная реализация национальных и региональных проектов – бюджет края. Именно экономическому блоку Вениамин Кондратьев уделяет особое внимание. В бюджет края мы должны мобилизовать не менее 325 миллиардов рублей. Коллеги, это тоже стартовая цифра. Мы должны, работая в этом году, закладывать потенциал уже следующего года. И важно, мы пришли в этом году на новый принцип финансирования. И что касается муниципальных образований, межбюджетные трансферты вы уже получили в начале этого года. Я хочу напомнить, что обычно эти межбюджетные трансферты вы получали где-то в марте, апреле, а даже где-то и в мае. То есть минимум в среднем 3-4 месяца сегодня уже выигрыш вас составляет для того, чтобы максимально начать раньше конкурсные процедуры. Естественно, начать строительство капитальных объектов, либо реализацию любых проектов. Но, естественно, на 3-4 месяца раньше их и завершить. Такой принцип только повысит эффективность использования каждого бюджетного рубля. Значит, жители края быстрее получат новые дороги, детские сады и поликлиники. В целом 2020-й станет для региона годом масштабного строительства. В планах новые социальные, спортивные и коммунальные объекты. Одномоментно в этом году будут строиться около 30 школ. Средства на это выделены, можно сказать, беспрецедентные. Департамент строительства предусмотрен 18,5 миллиардов. Это почти в два раза на 83% больше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в капитальное строительство сопоставим с уровнем олимпийской стройки. В 2014 году она проходила локально в одном муниципальном образовании. Мы же строим по всему краю. Соответственно, уровень ответственности возрастает кратно. Объекты реализуются как в рамках национальных проектов, так и по краевым программам. Приоритеты краевого бюджета, конечно, расставлены в пользу социальной сферы. Однако господдержка не обделили такие отрасли, как промышленность, малый и средний бизнес, курорты. Агропромышленный комплекс края в этом году получит более 8 миллиардов рублей. Из них 100 миллионов – это субсидии только на перерабатывающую промышленность. Особенно актуальна эта помощь на фоне задач, поставленных в рамках национального проекта – нарастить объем экспорта сельхозпродукции до 2,5 миллиардов долларов. Мы должны наращивать экспорт сельхозпродукции. Экспорт, неважно, это сырье, но, конечно, хотелось бы, чтобы это были продукты питания, чтобы это была переработка. И у нас сегодня для этого есть все возможности. Подумайте, система должна быть создана именно для такой качественной продукции. Общая, коллеги, задача – наша продукция должна отвечать евростандарту. Вот тут мы уже должны поработать. Как? Как добиться такого качества продукции, чтобы спокойно могли выходить на европейские для начала рынки. Готовьтесь к тому, что мы все равно сможем уж с кубанской продукцией точно зайти на рынки Европы. И мы должны зайти. И делать для этого все. Мы уже туда зашли, мы уже там. Мы должны расширяться максимально всем агропромышленным комплексом Кубани. Продолжатся работы по сохранению зеленых зон. Здесь позиция губернатора принципиальна. Леса и прибрежные массивы неприкосновенны. Определять особо охраняемые природные территории в профильном ведомстве начали еще в прошлом году. Сохранение природного биологического разнообразия также является одной из задач, реализуемых в текущем году. Министерством в рамках финансирования на 2020 год будут подготовлены материалы, обосновывающие создание природного статуса особо охраняемых природных территорий. Это природный парк Азовские косы в муниципальном образовании Чербиновский район. Природные рекреационные зоны Успенские соленые озера в муниципальном образовании Успенский район. Также Волгарский остров и Гиргирские плавни в городе Краснодаре. Вы над Северским районом пролетитесь, как крысы погрызли по природных местах лесной фонд. Массив-массив раз в грызся, массив-массив раз в грызся. Ну допустили, хватит, допускали уже это. Оставьте край красивым последующим поколениям, вот что сегодня требуем. Там, где явно природа, красивая природа, ничего не нужно ни строить, ни создавать. В этом-то, наверное, и привлекательность курорта под названием Краснодарский край. Поэтому максимально накладывайте там, где еще остался край красивым, первозданным. Вот и накладывайте этот режим особо охраняемой природной территории. Хоть как-то сохраним мы наш край, хоть как-то. А вот от этих паразитов, я не стесняюсь, я так и называю, кто заползает, лезет своими интересами в красивые уголки. Вот свой домик поставил, типа особнячка, и он счастлив. Нет, не может у них быть такой возможности. Не может. Непримиримая должна быть наша позиция. Какого бы уровня этот паразит не был. Какого бы уровня, еще раз подчеркну. Также на совещании губернатор напомнил, что с 1 января в крае стартовала мусорная реформа. Поэтому важно перейти на новую систему обращения с отходами без заминок. Нам нужны мусороперерабатывающие заводы. Поэтому это принципиальная моя позиция, она неизменна. Даже если мы еще построим 10 рецентированных полигонов, они тоже очень быстро заполнятся. Очень быстро. Исходя из 18 миллионов туристов, отдыхающих, которые ежегодно к нам приезжают, и плюс, собственно, население. Поэтому только одна цель. Это те рекоператоры, которые у нас в этом году придут на 5 зон. То есть однозначно должны строить мусороперерабатывающие заводы. Мусороперерабатывающие заводы – это стратегическая задача. Первое планерное совещание после новогодних праздников стало последним для одного из вице-губернаторов. Вместо доклада по задачам на 2020-й Николай Далуда обращается к коллегам и благодарит за совместную работу. Проработав администрации края 19 лет, он покидает место заместителя главы региона и уже с февраля будет трудиться не только на благо Кубани, но и всей страны. В конце прошлого года указом президента Николай Далуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества. Попросил у губернатора, в общем-то, сегодня выступить не с задачами, которые стоят перед министерством спорта, то есть моим блоком, а в общем-то сказать всем вам слова благодарности за совместную работу. Знаете, я был назначен на эту должность именно прежде всего потому, что Кубанское казачье войско вышло на такой уровень, который из 11 реестров казачьих войск даже близко никто не подошел и навряд ли в ближайшее время подойдет. Если бы, конечно, не поддержка со стороны губернатора края и моих коллег, конечно, Кубанское казачье войско на этот уровень никогда бы не вышло. Поэтому еще раз принимаю огромные слова благодарности, коллеги, вам огромные слова благодарности, вам, дорогие друзья, руководители управления, департаментов, заместители, секретари, помощники, спасибо за совместную работу. Масштаб работ на этот год, конечно, поражает серьезное финансирование и амбициозные задачи, но только двигаясь таким курсом, получится достичь главной цели – улучшение качества жизни каждого жителя Кубани. С участниками краевых конкурсов юных журналистов сегодня встретился губернатор. Со всего края в Краснодар приехали 55 человек. 18 из них стали лучшими в творческих соревнованиях. Несмотря на то, что большинство из ребят еще учатся в школе, мальчишки и девчонки уже публикуются в районных газетах и работают в муниципальных телекомпаниях. Юнкоры не стали ждать церемонии награждения и устроили импровизированную пресс-конференцию с Вениамином Кондратьевым. А глава региона, в свою очередь, отметил, что задача журналистов – не только информировать, но и указывать власти на существующие проблемы. Здесь, конечно, молодая прияда журналистов, будущих журналистов, те, которые с чувством, может быть, обостренного ощущения реальности, потому что вы молодые, вы амбициозные, безусловно. Вы максималисты где-то? Это правильно, это нормально, потому что вот такие журналисты нужны сегодняшнему дню. Не те, которые поддакивают власти, не те, которые лоббируют интересы бизнеса, либо пишут все, что угодно, лишь бы платить и денежку. А те, которые ощущают, что нужно для того, чтобы и экономика развивалась, чтобы все сферы жизни развивались, чтобы людям жилось комфортно, и где проблемы, и указать власти в том числе на недостатки. Это принцип и журналисты, я считаю, и журналистики. Не сложите себе цены, не сложите – вы бесценны. Вы бесценны. И вот это поколение сегодняшних журналистов, да, современных, молодых, энергичных, амбициозных, максималистов, оно должно прийти. Движение юнкоров на Кубани продолжает развиваться, а в его рядах уже более трех тысяч человек. И к другим новостям. Поезда в Сочи начинают ходить по измененному графику. Я напомню, это связано с капремонтом в тоннеле на участке Чинары-Чилипси. Трехкилометровый Лысогорский тоннель был построен в 1978 году. После более 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Работы планируется провести за 3,5 месяца до начала летних пассажирских перевозок. До 27 апреля будет приостановлено движение пассажирских пригородных поездов и поездов дальнего следования из Краснодара в Сочи. Между столицей региона и курортом с 15 января будет запущено мультимодальное сообщение. Из Краснодара в Сочи можно будет доехать по так называемому «единому билету». Из краевой столицы в Туапсе пассажиры смогут добраться на комфортабельном автобусе. Далее до Сочи электричками «Ласточка». Стоимость автобусной части единого билета – 450 рублей. Для детей до 12 лет – 225 рублей. Оформлять билеты можно в кассах вокзалов и на официальном сайте ОРЖД. При этом пассажиру даются два проездных документа – талонный автобус и билет на поезд. Автобусы будут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении. Время в пути – 4 часа. При этом расписание автобусов и «Ласточек» синхронизировано для удобства пассажиров. А вот перевод в платный режим новой трассы «Адлер-Красная Поляна» займет не более двух лет с момента одобрения проекта правительством. Как сообщают кубанские новости, пока вопрос перевода дороги в платный режим прорабатывается. Сейчас трасса находится в введении Росавтодора. Предполагается, что она будет передана под контроль госкомпании «Автодор». В Минтрансе отметили, что с введением платы значительного оттока трафика не ожидается. Кроме того, введение платного проезда по Олимпийской трассе позволит высвободить средства федерального бюджета на ремонт проблемных дорог в Краснодарском крае для реализации дорожного нацпроекта. В России собираются запретить бывшим заключенным работать в такси. Минтранс сообщил, что занялся разработкой такого законопроекта. По информации российской газеты, он будет внесен на рассмотрение в правительство в июле. В Трудовой кодекс, а также в ряд других законов внесут поправки, ужесточающие требования к таксистам. В частности, заниматься пассажирскими перевозками запретят гражданам, имеющим судимость. Если законопроект примут, справки об отсутствии судимости будут требовать в том числе и интернет-агрегаторы такси. Сейчас в России в соответствии с Трудовым кодексом лица, имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, безопасности государства, а также против общественной безопасности, не имеют права работать в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха, медицинского обеспечения, соцзащиты в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Новая инициатива, отмечают ее авторы, направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее. Однако эксперты предлагают распространить ограничения только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, а также создать комплекс мер, пресекающих необоснованные отказы в трудоустройстве из-за наличия легкой судимости. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Русские не сдаются. Под таким девизом военно-патриотический центр «Крылья», несмотря на непогоду, провел в Сочи первые военно-полевые сборы, посвященные 75-летию Великой Победы. В сборах приняли участие полторы сотни ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Это не только воспитанники центра «Крылья», но и кадеты школ номер 66, 18, а также 5-й гимназии. В 7 утра юные бойцы отправились на учебный полигон в поселок Ахштырь. Я чувствую волнение, но когда я сел в автобус, понял, что уже обратного пути нет, и я уверен в своей подготовке. Я чувствую немножко волнение, но во мне есть дух, и я думаю, все получится. Я хочу узнать быт военных и как они живут. Я хочу сохранить память о наших соотечественниках и наших прадедов. На полигоне бойцы отправились на практические занятия по семи учебным точкам. Освоили службу по распорядку дня войсковой части, несение караульной службы, строевую, инженерную, огневую и военно-медицинскую подготовки. Изучили работу на средствах связи. Кроме того, для них были организованы школа выживания и ориентирование на местности. Данными сборами мы положили начало регулярной практике совместных военно-полевых учений, которые позволяют ребятам, бойцам, прочувствовать, насколько нелегок путь защитника нашей Родины. Ребятам предоставляется уникальная возможность погрузиться в быт и будни военнослужащих. В организации мероприятия, которое проводилось на общественных началах, помогло командование войсковой части. Данное мероприятие, оно очень актуально, так как мы с вами будем праздновать 75-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. У нас есть ряд мероприятий, очень положительных, где мы вспоминаем о тех славных подвигах наших дедов. И поэтому нам необходимо наше подростковое поколение, которое у нас сейчас есть, воспитывать на этих хороших традициях. Сами участники военно-полевых сборов остались довольны, узнали много нового и полезного. Хочу привить своим воспитанникам чувство локтя, чувство ответственности друг за друга, умение поддержать в трудной ситуации, принимать взвешенные решения, не паниковать, быть сильными и смелыми. Сегодня мы научились пользоваться радио. Потом я горжусь за свою страну и всегда готов постоять за нее. Эмоции, безусловно, радостные из-за того, что мы чему-то новому научились, что-то новое практиковали, такие как что-то медицинское, как обморожение или ожоги. Еще мы занимались практическими стрельбами с положения стоя и сидя. Эти военно-полевые учения были пробными, но теперь Центр Крылья планирует проводить их регулярно. Каждые полгода организовывать недельные итоговые сборы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 12 мест для крещенских купаний готовят в Сочи. 19 января православные верующие отметят крещение. Во всех четырех районах города сочинцы и гости курорта смогут совершить обряд омовения. В память о крещении Иисуса в реке Иордан православные верующие ежегодно 19 января окунаются в воду. Считается, что в праздник крещения вода обретает целебные свойства, очищая тело и душу. В церкви же отмечают, что присоединяться к этой традиции всем и каждому вовсе не обязательно. Она хороша тогда, когда связана с верой человека, с его духовной жизнью в Боге. Просто купание, ну буквально как некое развлечение уже становится. Потому что люди, в общем-то, идут и хотят получить, вкладывают смысл в это купание. То, что следует искать в исповеди очищения от грехов, то, что следует искать в молитве, то, что следует искать в церковной жизни. Купание без богослужения, без молитвы само по себе немногим поможет. Кроме того, осерегают медики, на неподготовленный организм купания в холодной воде может оказать негативное влияние, особенно на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Ну а для желающих присоединиться к традиционным купаниям в Сочи подготовили 12 мест. Они будут организованы во всех районах. Там будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. В Адлерском районе два места купания. Это пляж Чайка и территория храма Успения Престой Богородицы в Севдей Высоком. В Хостинском районе это пляж Кристалл. В Центральном районе это будет место, выбран пляж Ривьера. И в Лазаревском районе это будет основное место, это Салахаул. И далее идет это непосредственно в самой Лазаревке три места купания будет определено. Также в Якорно-щеле и поселке Головинка. Полный список мест для крещенских купаний сейчас на вашем экране. Также с ним можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. Стоит обратить внимание, что в этом году купель в Троице-Георгиевском монастыре организована не будет. Совершить обряд омовения в специально оборудованных местах можно в ночь на 19 января и днем того же числа. В воскресенье в 8.30 во всех храмах города пройдут праздничные литургии, после которых будет совершаться обряд освящения воды. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцы смогут присоединиться к международной акции «Селфи из музея» 15 января. В этот день пользователи интернета по всему миру будут делиться своими фотографиями на фоне экспонатов из любимых музеев. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации к акции присоединятся отечественные музеи и предложат своим посетителям публиковать оригинальные селфи в социальных сетях. Участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и работники и гости других учреждений культуры. Для публикации необходимо использовать хэштеги «музейное селфи» и «культурное селфи». В Сочи о своем участии в международной акции заявил Музей археологии на курорте «Роза Хутор». Там для участников подготовили специальные значки с оживающим в дополненной реальности мамонтом. В Сочинском художественном музее открылась уже традиционная 11-я выставка под названием «Осознанность» местной арт-группы «Станция». Она объединяет профессиональных художников и дизайнеров не только Сочи, но и из других городов. На этот раз свои работы выставили 23 мастера, работающих в разных стилях и жанрах. По словам организаторов выставки, все люди хоть раз в жизни задаются вопросом, что такое человек и каково его место во Вселенной. Художники не исключение. Ответ на этот вопрос в графике, живописи, фотографиях и инсталляциях, представленных на выставке «Осознанность». Осознанность – это выставка о внутреннем мироощущении. Художники пытаются себя найти в этом мире, в структуре мироздания. Среди ищущих себя в этом мире и художник-перформансист из Санкт-Петербурга Ева Ив. Девушка участвует в выставке уже третий год подряд. Я первые два года показывала перформанс, а в этот раз я решила всю свою идею заключить в одной фотографии, соответственно, отделать гармонично с ней. Для меня это осознанность, это аннигиляция, то есть полная концентрация с пространством и растворение в этом пространстве, то есть аннигиляция, распад. Специальный гость проекта – музыкант из Санкт-Петербурга Лена Слос. На выставке состоялась премьера ее музыкального клипа, признанного арт-объектом. Называется «Погружение в океан». Часто жизнь ставит перед людьми какие-то сложные задачи и вопросы, иногда даже трагедия для того, чтобы человек понял, что пришла пора что-то менять, что пришла пора перемен. И вот где найти ему этот ключ, где источник этих изменений, где найти ему этот ответ. И наша позиция такая, что он только внутри. А вот сочинец Дмитрий Клебанов представил на выставке свои работы в стиле стимпанк. Это настольные светильники, изготовленные из запчастей от старых автомобилей. Мне понравился этот стиль, когда я посмотрел несколько фильмов, можно сказать, в таком стиле. Это и «Водный мир» с Кевином Костлером, и «Безумный Макс», и «Кинзадза», конечно, самый яркий. Когда вроде бы все плохо, все разбито и разрушено, но у людей все равно есть желание жить и из того, что работает, собирать и двигаться дальше, вперед. Открыть для себя что-то новое могут все желающие. Выставка «Осознанность» будет работать в художественном музее до 2 февраля. Галина Моисеева, телекомпания «ФКД». В Сочи приехали сильные женщины и мастера английской игры. Сборная команды России под дзюдой на стольному теннису проводит тренировки на базе Центра спортивной подготовки «Югспорт». Продолжит Татьяна Говоркова. Эти девушки могут повалить любого соперника. Это они уже доказывали не раз и намерены броском через бедро взять верх над дзюдоистами из других стран на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Сезон у российской женской сборной стартовал 3 января тренировочными сборами. Сначала Италия, потом Австрия, а сегодня на татаме Южного федерального центра вышло больше 60 спортсменок. Это не весь состав, многие проходят обязательное медобследование, но уже завтра к тренировкам подключаться остальные. По словам тренеров, у многих спортсменок уже есть именные путевки на игры, но в некоторых весовых категориях еще недостаточно рейтинговых очков. Время на то, чтобы их заработать, еще есть впереди три важных турнира. У нас сейчас задача ближайшие три турнира – это Израиль, Португалия и Парижский Грандшлем. Поэтому у нас тут состав готовится на несколько турниров и несколько планов. В общем, все равно цель наша – это Олимпийские игры. Эту же цель преследуют и спортсмены в соседнем зале. К командному отборочному Олимпийскому турниру готовятся национальные мужская и женская сборная по настольному теннису. Мы 19-го числа выезжаем в Португалию, где произойдет этот Олимпийский отборочный турнир. Но также на сборе участвуют не только участники этого Олимпийского отборочного турнира, но и, можно сказать, резерву сборную, кандидату сборную. Более молодые, но не менее амбициозные, которые уже тоже хотят играть за сборную страны. Многие молодые спортсмены уже выступают за разные клубы. Среди девушек много очков за участие в юниорских соревнованиях получила Анастасия Колеш. Лидер в рейтинге среди юниоров – Лев Кацман. На этих сборах он готовится к предстоящим турнирам. У меня матч в Германии в лиге за мой клуб. Во второй лиге я играю за клуб. У нас матч 1-го числа будет. Да и вообще много предстоящих турниров важных, как Европа до 21-го, чемпионат России по мужчинам, которые будут в Москве тоже, в принципе, уже совсем скоро. Каждый турнир важен, поэтому нужно подходить в хорошей форме каждому турниру. При формировании команды на Олимпиаду в настольном теннисе большое значение имеет индивидуальный мировой рейтинг спортсмена. Пока наиболее вероятные кандидаты среди женщин – Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Колобкова. Среди мужчин – Кирилл Скачков и Александр Шубаев. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.